Как вы знаете, мы расширяем сейчас участок Рублевское шоссе, дальше до Балаклавского проспекта, мы фактически по улице Аминевской, дальше мы делаем расширение, то есть делаем фактически скоростную, хорошую магистраль параллельно МКАДу. И эта магистраль фактически, она должна дойти в конечном итоге до соединения с трассой так называемой северо-восточной хорды Вишняки-Люберцы. То есть эта трасса в данном случае, она разгружает, во-первых, она, во-первых, дает параллельно МКАДу хорошее движение, раз. Во-вторых, эта трасса работает на въезд в город. Вот сегодня, если посмотреть, у нас ситуация такая, что в основном трассы, которые построены в городе, они доходят до МКАДа и дальше упирается МКАД. Здесь, в данном случае, мы тоже так же упираемся в Рублевское шоссе, но мы видим дальнейшую перспективу, это развитие Рублево-Архангельского района, микрорайона Рублево-Архангельска, где у нас будут новые рабочие места, новый такой микрорайон, большой на фактически 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости. И третье серьезное значение этой трассы, то, что она дает связку с прохождением северо-западной хорды. Поэтому она имеет такое ключевое стратегическое значение, буквально, вот, ну, решает три крупные задачи. Маратыш Кирсианович, какие работы были проведены на министре? Надо сказать, что вообще эта трасса, эта эстакада, она уникальная, потому что фактически нормативный срок строительства такого объекта составляет 38 месяцев. Она была выполнена за 13 месяцев. То есть здесь применили новые технологии, была организована работа в трехсменном режиме. Очень высокопрофессиональная компания, Аркс, значит, применила здесь различные такие технологии, процессы организации труда, что позволило, вот, фактически за 13 месяцев, ну, построить почти в два с половиной раза быстрее, чем нормативный срок. А дальше будет расширяться Рублевское шоссе, потому что иначе там будет пробка? Да, у нас есть планы, значит, у нас есть планы, согласованы с федеральным центром, что в планах до 16-го года есть расширение Рублевского шоссе, частичное, незначительное, но и самое главное, что мы будем дальше реконструировать МКАД. То есть у нас будут дополнительно сделаны разгонные полосы вдоль МКАДа, съезды, выезды, и, фактически, мы, как бы, эффективность работы МКАДа повысим, и, в данном случае, вот этой магистрали. Малыш Кирсианович, когда будет, что будет Южная Рокада сформирована? До Балаклавского проспекта она будет уже в этом году, фактически, до осени сделана, а дальше мы сейчас смотрим дальнейшую трассировку. У нас уже следующий участок, фактически, до Каширского шоссе проработан. Несколько пока получается дорого по цене. Мы смотрим другие технические решения, пытаемся найти другие коридоры, чтобы дальше туда ее продлевать. А Северо-Западная Хорда в 2016 году? Да, мы планируем Северо-Западная Хорда в 2016 году. Это тоже будет очень важным участком, так что Северо-Западная Хорда, она будет связана вот с этой Южной Рокадой, с Балаклавским проспектом, и дает возможность, кто будет ехать по Северо-Западной Хорде, либо уходить на МКАД, либо уходить, значит, параллельно МКАДу по так называемой Южной Рокаде. Дорога обеспечивает, она же, да, связь с Рублево-Архангельским, то есть она входит в транспортный каркас? Да, она входит в транспортный каркас Рублево-Архангельский. То есть мы уже сейчас, вот разгрузив сегодняшнюю ситуацию, мы сделали очень серьезный задел на перспективу, на развитие Рублево-Архангельского, потому что дальше продление Рублевского шоссе туда, на Старо-Рублевское шоссе, и фактически с выходом через Москву реку, с выходом на Рублево-Архангельское, предусмотрено в транспортном каркасе. Мария Шкатянович, а Северо-Западная Хорда будет пересекаться с Северо-Восточной Хорды? Южная Рокада дойдет до Северо-Восточной Хорды? У нас задача Северо-Западную Хорду на входе, вот откуда сейчас, где Бусиновская развязка и где платная дорога Москва-Санкт-Петербург заходит в Москву, до фестиваля, там идет сейчас очень активное строительство. Наша задача, чтобы и Северо-Западную Хорду, и Северо-Восточную Хорду соединить с этим платным входом в Москву, Москва-Санкт-Петербург. У нас, фактически, я говорю, работа там идет сейчас очень тоже активным темпом, и мы ее уже планируем концом 2014 года закончить. А может стоимость работы на эстакаде? Сама эстакада стоит миллиард шестьсот. Маратыш Кирсич, можно будет говорить в будущем, что Хорда в магистрале образует такой транспортный треугольник? Ну, по большому счету, это наша задача. То есть мы отошли от идеи Четвертого транспортного кольца, потому что там получалось очень дорого, да, и большие очень проблемы были с прохождением трансы. Поэтому мы, фактически, Четвертое транспортное кольцо сейчас заменяем на Северо-Западную Хорду, потому что Хордовое движение, оно всегда более выгодное, чем кольцевое. Вот, мы меняемся, у нас получается Северо-Западная Хорда, Северо-Восточная Хорда, и наша задача замкнуть это Южной Ракадой. И тогда у нас, по сути, получится такое, ну, то же самое кольцо, но оно более эффективное, потому что каждый элемент этой транспортной связи имеет выход на МКАД, а не кольцевой, как, например, сейчас у нас работает Садовое кольцо, да, или Третье транспортное кольцо. И, безусловно, это, с точки зрения пропускной способности, намного более выгоднее, чем кольцевая система. Бород Шикаридьянович, на сколько кольцевая? Ну, эффективность такой системы будет процентов на 20 выше, чем кольцевая. Бород Шикаридьянович, а когда, можно сейчас сказать, приблизительно, хотя бы, когда будет восточная часть Южной Ракады построена? Я думаю, что это где-то 16-17 год. Спасибо.